Четыре человека погибли при пожаре в Невельском районе. Как сообщили в региональном следкоме, горело строение на одном из дачных участков в селе Селезнёво. Тела погибших нашли при тушении. Признаков насильственной смерти на них не было, поэтому следователи назначили ряд судебных экспертиз. По данному факту возбуждено уголовное дело. Рабочий погиб на одном из сахалинских предприятий. Трагедия произошла на прошедших выходных. По факту гибели работника одного из предприятий в результате падения на конвейерную ленту передвижной дробильной установки организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проведения проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности при производстве работ, а также принято процессуальное решение. Известно, что у мужчины было 40 лет. Молодой сахалинец погиб в аварии в Аниве. ДТП произошло 21 сентября в час ночи на улице Калинина. 18-летний водитель, управляя автомобилем Субару Легаси, двигаясь с востока на запад, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного транспортного средства, не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в кувет. 25-летний пассажир скончался на месте происшествия. Водитель и двое других пассажиров получили интересные повреждения. Как сообщили в областной госавтоинспекции, водитель не имел права управления транспортными средствами и находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Лобовое столкновение произошло в Долинском районе. По предварительным данным, в субботу почти в 9 часов вечера 33-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla Fielder, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Toyota Crown под управлением 37-летнего мужчины. В результате ДТП пострадали 34-летняя женщина из Филдера и 29-летняя пассажирка Кроуна. Последняя находится в тяжелом состоянии в реанимации. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники региональной госавтоинспекции. Сахалинку сбили в Паранайском районе. ДТП произошло 20 сентября в 8 часов вечера. Как сообщили в госавтоинспекции, 50-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Voxy, двигаясь в северном направлении со стороны села Лермонтовка, совершила наезд на пешехода. Пострадавшая в темное время суток шла по проезжей части дороги, двигаясь в попутном с потоком транспорта направлении. В результате происшествия 65-летняя женщина-пешеход получила телесное повреждение. Селфи с риском для жизни. 24-летний пассажир парома, который направлялся из Холмска в порт Ванино, упал за борт. Как рассказал молодой человек полицейским на транспорте, он хотел сделать фото на память, но не удержался и упал с верхней палубы. Член экипажа незамедлительно подал сигнал тревоги, а затем бросил спасательный круг утопающему. Чтобы достать молодого человека из воды, потребовалось полчаса. У него диагностировали признаки переохлаждения. 16 по 22 сентября текущего года чрезвычайных ситуаций не произошло. Подразделения Главного управления МЧС России по Сахалинской области реагировали на 40 происшествий в том числе. Выезжали на 34 пожара, из них 5 в жилом фонде и 29 в нежилом. На произошедших пожарах погибло 4 человека. Пожарно-спасательные формирования на дорожном транспорте происшествия не привлекались. На водных объектах области происшествия не зарегистрированы. За прошедший период зафиксирован один пепловый выброс на вулкане Бека. Также были зарегистрированы 5 термических аномалий. Три подтвердились как факельное горение в муниципальном образовании городской округ Ногликский и в муниципальном образовании городской округ Ахинский. Одна термическая аномалия в муниципальном образовании Паранайский городской округ подтвердилась как природный пожар. В муниципальном образовании Курильский городской округ как нагрев вулканического поля на вулкане Кудрявый. В Центре управления в кризисной ситуации Главного управления МЧС России по Сахалинской области зарегистрировано 8 туристических групп, в составе 104 человека, в том числе 2 ребенка. Уважаемые жители, гости Соколинской области, помните, ваша безопасность, ваша ответственность. Единый телефон вызова экстренных служб. Продолжение следует...